После записи предыдущей части нашего урока, посвященного использованию строкового типа данных, я подумала и решила, что необходимо записать еще одну часть, в которой мы тоже будем работать с командами обработки строк, учиться их применять и создадим заготовку интеллектуального квеста с умным подсчетом баллов. Такое длинное название. На самом деле мы сделаем небольшой проект, не полноценный квест, а всего лишь один его кусочек, который ты сможешь потом использовать, развивать, добавлять новые уровни и создавать очень интересную интеллектуальную игру. Для того, чтобы было понятно, что мы будем делать, мы сначала рассмотрим сценарий этого проекта. По изученной нами схеме мы этот сейчас сценарий набросаем, отвечая на вопрос «Кто или что?», то есть кто у нас будет главным персонажем нашей игры, кто что будет делать, я сообщаю тебе, что у нас будет один всего лишь спрайт, спрайт кота, стандартный. Опять же, еще раз повторю, много раз тебе предлагала, ты можешь выполнять мои задания, но использовать другие спрайты, придумывать других персонажей и какие-то свои другие сюжеты. При ответе на вопрос «Где все это будет происходить?» у нас будет сцена с двумя фонами. Первый фон будет «Поле», а второй фон я нашла интересную картинку «Котята, которые пьют молоко». Я тебе потом ее покажу, когда мы будем реализовывать. И, наконец, последняя часть нашего сценария – это ответ на вопрос «Как?», то есть наброски алгоритмов, как будет работать наш основной спрайт в основном, скрипт весь будет написан у кота, и сначала кот будет приглашать в игру, говорить приветствие и сообщать, что игроку надо будет делать. Это будет, напомню, диалог с пользователем или диалог с игроком. Потом мы анимируем движение кота, он будет идти по полю, и потом придет к котятам, которые пьют молоко. И здесь, на этом фоне, будет загадка для нашего игрока, интеллектуальная. Кот будет задавать вопрос «Котята любят?», многоточие «Что?». И понятно, что игрок должен ввести ответ, ввести слово «молоко», причем должен ввести его без ошибок. У нас интеллектуальная игра. После того, как игрок ввел ответ, кот будет подсчитывать количество допущенных ошибок и заработанных баллов, при этом будет проверять правильность каждой введенной буквы из слова ответа. То есть мы будем не просто одну букву проверять, как в предыдущем маленьком проекте со словом «самолет», а каждую букву для того, чтобы действительно слово было введено правильно полностью. Ну и игра будет продолжаться до тех пор, точнее, наша заготовка, вот этот один вопрос будет задаваться до тех пор, пока игрок не введет ответ без единой ошибки. То есть когда он введет правильно слово «молоко» с тремя буквами «о» и все как положено. Еще раз повторю, такие задачки можно задавать почти в любой игре. То есть дать такую вот интеллектуальную загадку, можно загадывать загадки, можно проверять правильность введенных слов и много чего еще. Ну что, приступим к реализации проекта. Открываем редактор Scratch, либо на сайте, либо офлайн редактор, не сетевой редактор. И у нас здесь сразу по умолчанию код уже есть. Отлично. То есть на первый пункт нашего сценария, кто нам отвечать уже не надо, все есть. Опять же, ты можешь придумать другого какого-то своего персонажа. Следующее у нас, где все это происходит на сцене. Пока у нас у сцены фон белый, а нам необходимо добавить фон поля. Этот фон есть в библиотеке, поэтому я открываю библиотеку. И сейчас тебе покажу, где этот фон. Вот он, Heyfield называется. Вот здесь у нас будет идти наш код, вот так вот перемещаться по полю. Мы его анимируем. И потом он должен будет прийти к месту, где котята пьют молоко из ведра. Вот сейчас тебе покажу эту картинку. Вот такие замечательные котята, только что надоели молока, и они с удовольствием его пьют. Давай эту картинку добавим в качестве фона нашей сцены. Как это делать, надеюсь, помнишь очень хорошо. Мы загружаем фон из файла. Находим эту картинку. Я взяла эту картинку в интернете, она в свободном доступе. Ввела просто в поисковой запросе котята пьют молоко, или просто котята молоко. И нашла такое вот. Очень много на самом деле разных картинок. Ты можешь найти любую другую. Итак, у нас у сцены должно быть два фона. Первый фон нам не нужен. Давай его удалим, нажмем на крестик. Если у тебя получилось, что фоны в другой последовательности, это не страшно, но еще раз напомню, что их можно менять местами. В данном случае нам очень важно знать название наших фонов, имена фонов. Вот здесь так у меня написано. Котята молоко по имени файла. Я так специально назвала. А стандартный фон кайфилд. Потому что сначала все должно происходить на первом фоне, а потом мы перейдем на второй. А переходить у нас будет код. Мы приступаем к кодированию, приступаем к написанию скриптов. То есть выбираем наш спрайт, вкладку скрипты и начинаем. Первое, что нам необходимо сделать, это перемещение нашего кота по сцене слева направо, а потом смену фона. Как это делается, здесь уже, наверное, тебе не надо объяснять. Мы будем использовать команду «Идти». Если хочешь, можешь изменять координату «Х». Любым способом это можно сделать. Можно использовать команду «Плыть». Но я сделаю с помощью команды «Идти» и использую при этом цикл, который мы никогда не использовали еще с тобой в больших проектах. Хотя я тебе об этом цикле рассказывала в соответствующем уроке. Ссылку на урок, посвященный циклам, я тебе под видео размещу. Мы будем использовать цикл «Повторить». То есть код должен быть перемещаться по сцене какое-то количество раз, потому что дальше он должен остановиться в этом же месте и больше никуда не идти, а задавать вопросы. Будем использовать команду «Идти». И если мы сейчас запустим, давай посмотрим. Вот он дошел всего лишь. То есть 10 раз нам мало. Давай попробуем подсчитать, сколько раз нам необходимо повторить вот эту вот команду «Идти» 10 шагов. На самом деле все достаточно просто. Почему? Потому что мы помним, что у нас координаты сцены, смотри внимательно, вот в нижний левый угол, по координате «Х» горизонтальной, у нас меняется как? От минус 240, вот я увела мышку за сцену, дальше «Х» никак не меняется, минус 240. Если я вправо двигаю мышку, плюс 240. То есть если ты вдруг забыл размеры сцены, можешь посмотреть. Получается, что от точки 0, там где «Х» у нас 0, у нас влево 240 и вправо 240. Вместе это сколько? 480. Значит, 480 нам нужно пройти шагов. Если мы делаем шаг 10, 480 разделить на 10, это означает то, что нам 48 раз необходимо повторить вот этот вот пункт. Идти 10 шагов. Приблизительно. Почему? Потому что на самом деле начальная координата кота, смотри какая, вот она, минус 190, не минус 240. Мы, конечно, можем сделать минус 240, вот так его спрятать совсем, почти даже минус 259. Но это не очень красиво, пусть он у нас будет сразу виден, потому что он же еще должен приветствовать, у нас же на самом деле первый пункт сценария – это приветствие. Я уже начала его анимировать, поторопилась, но давай сделаем эту анимацию, а потом приветствие. Сейчас это неважно, добавим код. Вот, если мы поставили 48, давай проверим. Вот он дошел до края сцены, замечательно ушел. Нас это вполне устраивает, если он движется слишком быстро, тебе кажется, то мы можем сделать здесь меньшее количество шагов. Ну, например, давай поставим 5, а здесь, соответственно, надо будет больше раз повторять. Но чтобы проверить, давай попробуем еще раз. Вот он медленнее идет, и видишь, где останавливается, почти на полпути. То есть количество повторений должно быть уже не 48, а почти в два раза больше. В принципе, мы можем так и сделать. Допустим, 48 умножить на 2 – это 96, но вот 90 вполне достаточно. Давай еще раз проверим. Пусть медленнее идет. Он может идти и петь песенку. Вот прекрасно он дошел до края сцены. Замечательно. Ну, давай сделаем в начале, и чтобы не перетягивать каждый раз кота сюда, в левый угол, мы сразу сделаем, используем команду «перейти в x и y», то есть чтобы он в эти координаты в начале нашей игры, в начале проекта всегда переходил. Вот давай проверим. Вот он у нас идет-идет. Если мы еще раз запустим, то он тоже опять с этого места начинает движение. Но нам необходимо что сделать? Нам необходимо, чтобы он сначала поприветствовал игрока, сказал «Привет! Приглашаю тебя в интеллектуальный квест». Вот так он говорит. И 2 секунды, наверное, будет маловато. Давай пока уберем анимацию. Ну, в принципе, я успела прочитать, но для того, чтобы все успели прочитать, можно добавить еще секунду. 3 секунды будет достаточно. Потом он должен дать какую-то инструкцию. Вот он пригласил в игру, и потом мы давай напишем еще «Следи за мной и отвечай на мои вопросы». Такое задание. То есть игрок должен подготовиться, что ему надо будет отвечать на вопросы. Давай проверим. Отлично. Ну, тоже, если ты не успеваешь прочитать сам, значит, нужно здесь побольше секунд. Ну, мне вроде бы удалось быстро прочитать. Ты, когда будешь писать свои фразы, свои элементы диалога с пользователем, думай, сколько секунд отводить на каждую реплику, на каждую фразу. Итак, он нас поприветствовал. Дальше он идет. И после этого, мы сказали, когда он пройдет до конца сцены, нам необходимо сменить фон сцены на фон с котятами. Но для того, чтобы у нас всегда все начиналось с этого фона, конечно, нам в начале игры необходимо сменить фон на тот, который первый, с полем пшеничным. Вот так вот. Ну, давай проверим. Вот он пришел. Но пришел-то он как? Остался только хвост кота, да? Не очень интересно. Что нужно сделать? Наверняка ты помнишь. Помнишь, у нас был проект «Кот гуляет с мечом» давным-давно. Это было в первых уроках. Тоже, если надо, я ссылку на этот урок поставлю. Нам необходимо опять его вернуть вот в эту позицию. Ну, либо поставить сюда, например. Ну, давай действительно поставим его сюда. Вот пусть он здесь задает вопрос на этом месте. Хотя логичнее, если он пришел сюда, то появляется на новой уровне, на новой сцене, на новом фоне, в новой локации. Вот где-то в этом углу. А с этого угла он начинал. И мы использовали для этого команду «Перейти». Давай ее и возьмем. Берем, делаем вот так. Отрываем кусочек кода, чтобы все не дублировать. Нажимаем правую кнопочку мыши, дублировать. И вот эту команду мы ставим сюда. Давай проверим. Начинаем с пшеничного поля. Фразы. Идем. Доходим до конца. И вот мы здесь уже рядом с котятами. Все получилось, по-моему, отлично. Единственный недостаток нашего кота заключается в том, что он идет, но не двигает лапами. Надо же все-таки как-то его анимировать. Тем более, что мы знаем, что у нашего кота есть два костюма. Если мы будем их менять, он будет действительно идти, а не плыть. Давай это сделаем. Чтобы это сделать, нам необходимо добавить еще один скрипт, чтобы он выполнялся параллельно с этим. Потому что здесь у нас уже много интересных команд. И мы сделаем сначала это в цикле, похожим на тот, который здесь. Ну, может быть, не 10. Я пока наугад ставлю 40. И что нам необходимо? Нам понадобится команда «Ждать». Мы уже знаем, что с этим костюмом нам необходимо команда «Ждать». 0,3-3 секунды. Где-то примерно треть секунды. Чтобы костюмы кота сменялись не так быстро. И добавляем команду «Следующий костюм». Ну, давай посмотрим. Вот он двигает лапами, говорит при этом. И идет теперь. Ну, когда он на месте стоит, двигает лапами, не страшно. Вот здесь вот уже он не должен двигать лапами, многовато. И угадать это число не так-то просто. Поэтому мы сейчас поступим по-другому. Мы используем другой цикл с условием, которое нам позволит сделать так, что здесь на этой сцене, на этом фоне, в этой локации. Кот лапами двигать уже не будет. Как мы это сделаем? Мы используем цикл «Повторять пока не». То есть двигать лапами, менять костюмы. Наш код будет до тех пор, пока фон не сменится на котята молоко. Как это сделать? Повторять пока не, пока не станет фон, имя фона равным котята молоко. Значит, нам нужна операция сравнения равно. Дальше у нас есть такой блок, который называется «Имя фона». Я об этих блоках еще немножко позже расскажу, зачем они нужны. Но сейчас ты уже увидишь, как его можно применять. То есть пока имя фона не станет равным котята молоко, точно так записываем. Если боишься ошибиться, или, допустим, по-английски, показываю хитрость. Мы переходим к фонам сцены, выделяем нужный нам фон и копируем вот это имя. Как мы это делаем? Выделяем мышкой, нажимаем комбинацию клавиш Ctrl-C, скопировать. Это стандартная комбинация клавиш на компьютере. Переходим к скрипту нашего персонажа и сюда вставляем Ctrl-V. Вот мы скопировали, не надо ничего набирать, ни одной ошибки мы не допустим, потому что если здесь будет хотя бы одна ошибка, компьютер нас не поймет и он не будет понимать. Этот цикл, это условие никогда не станет истинным. Итак, теперь нам нужно заменить вот этот цикл повторить на цикл повторить пока не, пока не станет имя фона равным котята молоко. Мы просто берем эти блоки, переносим, этот цикл убираем, а этот подставляем. Ну, давай проверим. Пока все хорошо. Вот он пошел и пришел, и теперь он просто стоит. Ну, можно в принципе в конце, вот чтобы был костюм кота, вот этот первый костюм один, мы можем еще сменить костюм на костюм один, а то как-то вот со вторым костюмом это выглядит не очень естественно. Ну, давай еще раз проверим. Он как будто разгоняется, да, пока говорит. Пусть пока будет так. И вот он пришел. Отлично. На самом деле, если нам не надо, чтобы он двигал лапами, пока говорит, мы можем что сделать? Вот у нас два скрипта, и поэтому вот эти фразы говорить мы можем посчитать. Здесь вот у нас 5 секунд, поэтому 5 секунд нам нужно подождать. Давай добавим ждать 5 секунд. То есть пока он будет говорить, он лапами шевелить не будет, а потом будет перемещаться. Ну-ка, давай проверим. Вот он стоит, приглашает в игру, дает инструкцию и пошел. Вот теперь все грамотно и красиво. Вот, пришел, остановился. Дальше. По сценарию, надеюсь, ты помнишь, когда он приходит к котятам, он должен задать вопрос. Как задается вопрос? Помним. У нас есть группа команд сенсоры спросить и ждать. И что он должен спросить? Должен задать загадку. Котята любят что? Вот как-то так. Он задает вопрос, и ответ у нас попадет вот в эту переменную, зарезервированную. ответ. И теперь вспомним, мы говорили, что у нас будет проверяться правильность ответа и подсчитываться количество допущенных ошибок по каждой букве. То есть мы проверим каждую букву ответа. Но прежде чем проверять, нам необходимо еще ввести, создать переменные для подсчета баллов и подсчета ошибок. Так и сделаем. Создать переменную баллы набранные ошибки и ошибки. Ну или ошибок, как тебе больше нравится. Вот две такие переменные. И вначале наши эти две переменные должны принять нулевые значения. то есть и количество ошибок, и количество баллов у нас сначала равно нулю. Но прежде чем я продолжу дальше, я предлагаю тебе поставить видео на паузу и выполнить задание. Создай новый проект для нашей заготовки. Добавь в сцене фоны, фон поля и фон с котятами. Либо, если ты придумал уже другой сюжет, можешь и использовать другие фоны для своего сюжета. Соответственно, добавь своего персонажа, свой спрайт другой вместо кота. И самое главное, напиши скрипт для спрайта код или кто там на тебя будет. В этом скрипте код будет тебя приглашать в игру, давать инструкции, будет идти по полю, приходить к котятам. На самом деле скрипта два. Надеюсь, ты помнишь, они параллельно выполняются. И потом код будет задавать вопрос. Пусть этот слайд будет у тебя на экране, как подсказка. А я желаю тебе успехов. Надеюсь, что все у тебя получится. Если что-то будет не получаться, отматывай видео назад и смотри, повторяй след за мной. И возвращайся, продолжим, доделаем проект до конца. Давай сохраним наш проект, чтобы ничего не потерялось, поскольку я работаю в не сетевом редакторе. Сейчас покажу тебе заголовок от Scratch Offline Editor. Я выбираю пункт меню файл и здесь есть пункт сохранить. Если ты работаешь онлайн, то ты можешь здесь выбрать, если ты в аккаунте своем, сохранить сейчас, или скачать или загрузить на свой компьютер, если ты работаешь без входа в свой аккаунт, но файл хочешь сохранить на диске. Нажимаем сохранить. Входим в свою папку. У меня на рабочем столе папка «Мои мультфильмы». Вводим имя проекта. Я его назову «Котята». И сохраняем. Ну что, продолжим. Дальше нам необходимо проверять правильность введенного ответа. И мы говорили, что будем это делать посимволенно, то есть каждую букву проверять, правильно ли она введена. Чтобы нам вот этот скрип не мешал, мы его можем переместить вот так вправо. Тут у нас появится чуть больше места, удобнее немного. И будем проверять. Проверять мы будем, конечно же, с помощью конструкции «Если то иначе», потому что если, допустим, первая буква введена правильно, то мы будем наращивать количество набранных баллов, увеличивать на один. Если нет, то есть иначе, неправильно, то мы будем подсчитывать количество ошибок. Итак, нам необходимо булевое выражение «равно» сравнить. Дальше нам необходима команда «буква». Буква из нашего ответа. И сначала мы действительно проверяем первую букву. Какая должна быть первая буква в слове «молоко»? Конечно же, буква «М». Так мы ее здесь и пишем. Итак, если первая буква из ответа равна «М», то мы берем и изменяем количество правильных ответов или баллов на один. Иначе мы изменяем количество ошибок на один. И дальше все точно так же, только для каждой буквы. Мы возьмем сейчас, продублируем вот эту конструкцию, если то иначе, и приклеим. Дальше мы проверяем вторую букву. Вторая буква у нас должна быть буква «О». Третью букву. Не забываем ставить номер. Третья буква у нас «Л» – «Мол». Четвертая буква. Опять буква «О». Пятая буква – «К». И шестая буква. Буква у нас в слове «6». Буква «О». Итак, мы можем максимально набрать количество баллов, равное 6. Ну и ошибок тоже может быть 6, если вдруг ввели совсем другое слово, в котором нет ни одной совпадающей буквы. Ну, может быть, там несколько совпадений случайно. Ну что, нам необходимо, наверное, проверить, как у нас все работает. Давай сохраним. Сейчас, если я нажимаю «Сохранить» в оффлайн-редакторе, у меня уже окно «Сохранение» не появляется, потому что сохраняется уже существующий файл. Запускаем. Приветствие, инструкция. Идем дальше. И вопрос. Котята любят что? Ну, давай сначала я введу без ошибок. «Молоко». И у нас, значит, должно быть сколько баллов по нашему алгоритму? 6. А ошибок – 0. Нажимаю Enter. И правильно, баллов у нас 6, ошибок – 0. Ну, давай сейчас введем с ошибкой. Напишем «Молоко», например. Ну, или «Молоко». Ну, вот так, печатчик. И у нас 3 всего балла и целых 3 ошибки. То есть у нас получается умная проверка ответа. Каждый символ проверяется, каждая буква нашей строки, потому что в ответ у нас попала строковая переменная, строковое значение. Для того, чтобы это было действительно интересной игрой, нам надо выдать полученный результат. И мы говорили, что повторяться это будет до тех пор, пока игрок не введет правильный ответ. Ну, давай сначала выдадим сообщение. В том случае, если у нас пользователь ввел правильно, мы должны все закончить и его поздравить. Значит, нам нужна конструкция «Если, то иначе». Опять. И теперь мы будем что проверять? Мы будем проверять количество полученных баллов. Если количество баллов 6, это максимальное количество баллов, то мы все будем заканчивать. У нас отличный результат. То есть, если баллы равно 6, мы пишем, можно команду сказать «Молодец, ты победил». Или «Набрал максимальное количество баллов». Давай так напишем. «Набрал максимальное количество баллов и победил». Вот так. А иначе у нас допущена ошибка. Мы скажем, что мы скажем. К сожалению, ты допустил ошибки. Повтори правило и попробуй еще раз. Сделаем так. Ну, давай проверим. Так, сначала пишем правильно. Молоко. Я написала «Молодец» с ошибкой. Сейчас исправим. Здесь не так хорошо видно. Вроде больше ошибок нет. Вот, ты допустил ошибки. Надо еще точку поставить. Вот так. Ну, давай допустим ошибку. На лаук я написала. Вот, у нас всего 2 балла. И нужно повторить еще раз. Чтобы повторить еще раз, надо опять нажимать на флажок. Для игры это не очень хорошо. То есть, нам нужно запускать ее заново. Давай сейчас сделаем так, чтобы автоматически код задавал вопрос еще раз. Как нам это можно сделать? Нам нужно сделать так, чтобы вот этот вопрос задавался заново. То есть, здесь должен быть цикл, который будет повторяться до тех пор, пока количество баллов не станет равным 6. То есть, не станет максимальным. Значит, нам нужен цикл опять повторять, пока не. Смотри, мы сейчас с тобой активно работаем с циклом. И вот так мы сделаем. Предыдущую анимацию, наверное, не надо. Но если хочешь, можно целиком всю предыдущую анимацию. Так, проверяем. Вот это все будет повторяться, пока у нас не станет количество баллов равным 6. И в начале у нас количество баллов равно нулю. Один раз все выполнится хорошо. Ну и пока будут ошибки, будет вот эта операция выполняться. Ну, давай проверим. Так, давай напишем с ошибками. Вот, опять задается вопрос. Но непонятно почему, потому что мы не успели, не успели прочитать, что здесь произошло. Да, давай поставим здесь ждать. И, наверное, ждать, ну, наверное, секунды 3, чтобы можно было успеть прочитать эту инструкцию. Так, давай еще раз ответим с ошибками. Вот, мы можем успеть прочитать. И опять вводится вопрос. Ну, давай введем без ошибок. Молоко. И странная история. Опять у нас получилось, что нам надо заново вводить ответ. Почему? А давай посмотрим. У нас количество баллов откуда-то уже не 6, а целых 14. А ошибок, на самом деле, я ввела как? Молоко. Молоко. Правильно, да? Ошибок должно быть 0, а здесь 4. Что произошло и почему? А произошло то, что, когда мы начинаем заново, задаем заново вопрос, перед этим нам необходимо тоже обнулить начальные значения переменных ошибки и баллы. То есть нам нужно сюда добавить еще команды. Задать ошибки значения 0 и задать баллы значения 0. И теперь у нас уже все должно быть хорошо. Ну, давай прямо сейчас выполним, напишем с ошибками, проверим. У нас должно быть 2 ошибки и баллов 4 всего лишь. Ну-ка проверяем. Не получилось. А вот сейчас обнулилось, потому что тот цикл у нас прошел, еще не обнулились значения. А сейчас уже баллов 0, ошибок 0. Теперь, если мы напишем с ошибками, у нас все верно, 4 балла и 2 ошибки. Повторяем теперь, вводим правильно, без ошибок. И ошибок 0, баллов 6. Все, молодец, ты набрал максимальное количество баллов и победил. Вот, собственно, мы и сделали весь проект. Такую заготовку. Повторю еще раз. Ты можешь делать дальше следующий уровень. Например, вот эта часть выполнилась. Он сказал молодец. И, допустим, передал сообщение. Или ты можешь после цикла продолжить. Он дальше пойдет на следующий уровень, на следующую локацию. Сменится фон. И там будет следующий вопрос или еще какое-то другое задание. То есть ты можешь дальше совершенствовать сценарий этого проекта любым способом, каким тебе больше нравится. Ну что, доделай проект по образцу. Я оставлю для подсказки тебе вот эту часть кода. Попробуем сейчас минимизировать. Не весь код виден, не весь скрипт. Давай попробую уменьшить. Возможно, у тебя будет хорошо видно. Не все, к сожалению, вмещается. Но, надеюсь, последние фразы ты хорошо помнишь. Вот так я сделаю. Повторять пока нет. Вот это тебе нужно воспроизвести. Но постарайся сделать это самостоятельно или подсматривать, пролистывать назад видео. Желаю тебе успехов и до встречи в следующих уроках. Да, и не забывай о том, что необходимо делать гимнастику. До встречи в следующих уроках. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!